Не обошелся праздник и без высоких гостей. Губернатор области Евгений Куйвашев вот уже несколько лет взял за правило в августе посещать наш город. В этом году отказываться от традиции не стал. Правда, перенес визит почти на месяц, чтобы попасть именно на юбилей Ирбита. График рабочего визита губернатора в Ирбит был очень плотный, тем не менее, сумел вместить все важное. И осмотр результатов уже реализованных в городе проектов. И совещание по принципиальному для нашего муниципалитета вопросу. И даже участие в юбилейных мероприятиях. Однако с началом общение с жителями. Ведь только они могут рассказать о том, как в действительности живет город. Не обошлось без слов благодарности с одной стороны и острых вопросов с другой. Я хотела бы еще к вам обратиться с вопросом о поликлинике нашей. Я специально запросил всю информацию. Начиная со следующего года, 22-23 год, поликлиника, за два года должны ее будут сделать и привести в соответствие со самыми современными временами. Немножко сейчас делается проект. Насколько мне доложили Министерство здравоохранения. Как только будет проект готов, сразу приступим. Кроме того, были заданы вопросы и по укомплектованию больницы узкими специалистами, строительству, детского сада, школы, ледовой арены. К слову, все они, возможно, есть и в той самой красной папке, которую Евгений Куйвышев передал главе города Николаю Юдину. Вот 119 обращений, пока я ехал сегодня в инстаграм. Я вот в главе. Что касается наших полномочий, я уже с вами дал поручение разработать дорожные карты по реализации. Здесь по всем обращениям выработать дорожные карты по исполнению, а потом ко мне на аудиенцию для принятия решений. Ну а дальше в программе значилось посещение Дворца культуры имени Костевича. Именно по поручению губернатора городу были выделены средства на первые два этапа ремонта здесь. И вот пришло время представить результат проведенной работы. Хотя в Ирбите достаточно и тех объектов, на которых ремонты только начинаются. Например, драмтеатр. Его губернатор тоже посетил. К слову, объекты культурного наследия стали одной из основных тем визита главы региона в наш город Евгений Владимирович и в дома, отреставрированные в 2019-м, заглянул и посетил дом, который только готовится к сдаче после капремонта в этом году. Ну а после на совещание дал важное для Ирбита поручение – за три года привести в порядок все оставшиеся многоквартирные жилые дома в Ирбите, имеющие статус объекта культурного наследия. Составляете программу, программу логистики отселения, переселения на период реставрации за три года. За три года мы договорились, тогда вернее договорились, что в год мы будем опять пошли. Сейчас 12 домов за три года вполне населения. Я прошу подготовить все соответствующее предложение и Минфин наш прошел учесть при подготовлении бюджета на 2022-2013 год.